Ну что ж, друзья мои, еще раз добрый день. Добрый день. В эфире Финам.ФМ бизнес-канал и, как всегда, его вторая часть под названием «Бизнес-класс». Сейчас в эфире. Меня зовут Олег Дмитриев и я представлю сразу же своих сегодняшних гостей. В студии бизнес-класса сегодня Елена Лосенкова, генеральный директор компании «Хоспиталити Инкомконсалтинг». Добрый день, Лена. Здравствуйте, Олег. И в студии Григорий Катомин, генеральный директор консалтинг-группы «Кворум». Григорий, день добрый. День добрый, Олег. Я хочу подчеркнуть, сегодня мы говорим на очень важную, со всех точек зрения, кстати, тему, и глобально, и локально. Тема эфира сегодня «Гостиничный рынок России». В целом мы обсудим его, ну, наверное, в меньшей части нашей программы. И хотелось бы, тем более, что оба моих сегодняшних гостя в материале, что важно, из первых рук доведут нам информацию, хотелось бы обсудить локально «Гостиничный сектор города Сочи». Тем более, что совсем скоро, как вы знаете, состоятся там Олимпийские игры, к чему вся наша родина, да, готовится уже не первый год. Вот мы и посмотрим сегодня, и еще раз повторю, из первых уст, из первых рук, что называется информация сегодня в моей студии, как эта подготовка завершена, видимо, уже осталось совсем мало. Ну, почти. Почти завершена, хорошо. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность к нам присоединиться, к нашему эфиру, к нашему разговору, задать вопросы моим гостям, либо, может быть, кто-то из Сочей позвонит, будет опровергать, Лен. Может быть. Может быть. Телефон студии 6510-99,6, код города 495, сайт компании финам.фм. Значит, уважаемые слушатели, это информация для вас. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь собственными мыслями. Так, ну и давайте начнем разговор. Начнем разговор все-таки с оценки рынка российского, гостиничного рынка в целом. Лен, тебе как специалисту? Наверное, тематический вопрос, да, потому что мы подводим более-менее итоги года данным, что здесь остались считанные дни до его окончания. Гостиничный бизнес также подводит для себя итоги, как он прошел. На самом деле, каких-то сильных разительных изменений, всплесков или падений города России в смысле развития гостиничного рынка не почувствовали на себе. Ну, то есть, в принципе... Это в 13-м году, мы имеем в виду. В 13-й год, да, он довольно-таки был классическим, при этом все рынки видели небольшой прирост. То есть, в зависимости от города, это там от 3 до 7-11% увеличили обороты свои гостиничные предприятия. Это связано, это и, в принципе, более-менее со стабильным бизнес-потоком из города в город и, соответственно, там традиционной туристической активностью, если это города туристические. Безусловно, вот, да, Олег, вы правильно упомянули, Сочи. Как бы Сочи — это отдельная история, по крайней мере, в 13-м году и будет в 14-м. Ее, я думаю, мы отдельно обсудим. Вот, страна все равно остается, скажем, ведомой бизнес-туристами, в первую очередь, и именно этот сегмент туристов диктует свои правила и требования. Открылось достаточно много, ну, точнее, продолжают открываться международные сети уровня 3-4 звезды по всей стране в разных городах. Это и Центральная Россия, и Сибирская часть, и Дальний Восток. Собственно, продолжают развиваться российские сети, открывая новые небольшие города. Также бум переживает рынок хостелов и небольших компактных отелей. Во многих городах, если мы в прошлом году могли говорить там о том, что есть там 3-5 объектов, ну, я не беру Москву и Питер, да, остальные города страны. Не беру именно потому, что, надо говорить, что это особняком все-таки стоит, да? Да, хотя Москва также переживает бум открытий мини-отелей и хостелов, которые традиционно начали развиваться в Питере, потому что там туристический сегмент более широк, именно туристически познавательный, нежели в Москве. Да, бизнес-турист, он меньше смотрит на хостелы, больше смотрит на классические отели. Но, как бы, этот бум однозначно есть и количество хостелов и мини-отелей открытых в столице за последние два года, он просто разительно увеличился там почти в 3,5 раза. И, наверное, все-таки надо подчеркнуть, что есть в этом логика, если мы говорим об хостелах или о классических отелях, но уровня 2-3 звезд все же, да? Ну, как бы, классические отели уровня 2-3 звезд новые не открываются, это либо моральная деградация, условно, скажем, старых гостиниц, которые были построены еще давно-давно, ну, почти до Рождества Христова, вот, и не будучи доинвестируемыми достаточным количеством денег от инвесторов, они морально деградируют до уровня 2 звезд, и, собственно... То есть у них само это получается? Да, само это получается, поэтому изначально в нашей стране там 2-звездочные гостиницы не строят. Хотя, если мы посмотрим на категорийность отелей, в том числе, например, сочинские отели, которые проходят категорийность 2 звезды или там 1 звезда, то это, как правило, мини-отели, которые по многим другим параметрам просто не могут быть откатегорированы как что-то другое, хотя там размер номера, в принципе, достаточный, там базовое оснащение имеется, да, но не всегда его достаточно в том количестве. То есть там мы о моральном уродстве говорить не можем? Нет, там есть 2-звездные отели, которые новые, да, но по каким-то параметрам они не соответствуют требованиям 3-4 звезд. Я понял. Лена, спасибо огромное за общий обзор. Григорий, присоединишься с точки зрения, ну, может быть, персонала? Персонала, ну, не знаю, да, тут сложно комментировать с точки зрения там развития гостиничного бизнеса, имеется в виду, в каких регионах он прирастает там и так далее. Здесь, наверное, только можно сказать, что, опять же, тем более Сочи мы выносим за скобки имеется, будем говорить об этом отдельно. Здесь, наверное, в плане персонала одно можно сказать, что, на самом деле, так как продолжает эта история расти, и какие-то новые гостиницы появляются, и какие-то сетевые игроки сюда приходят, да, тем не менее, мне кажется, они не получают каких-то готовых решений в плане персонала, да, приходя в Россию или развиваясь в России, да, потому что, несмотря на то, что я в большей степени говорю про массовый персонал, который задействован, работает в гостиницах, да, потому что, на самом деле... Ну, не о топах мы говорим, понятно. Не о топах, да, потому что, на самом деле, если взять гостиничный комплекс, я думаю, Лена поправит меня, если я не прав, то все-таки большая часть это именно линейный персонал, да, по весу своему. Вот. Несмотря на то, что в плане образовательно-подготовительных вещей какие-то появились, да, там, профтехучилища, колледжа, которые так или иначе заявляют о том, что они готовят людей именно... По-моему, я много раз, извини, пожалуйста, прерву, много раз встречал, что высшие учебные заведения, или там, учусь я, да, высшем учебном заведении гостиничного бизнеса. Ну, гостиничный бизнес, про высшие учебные заведения больше речь идет о, скажем так, эти люди больше воспринимают, что они будут работать специалистами некими, да, или там, управленческие роли занимать, и на самом деле эти ребята... Да, 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 да. И когда этим ребятам говоришь, что, дружище, ну, у тебя, чтобы начать там, как бы, становиться менеджером, тебе нужно с чего-то начать. Да, да, да. Желательно с низкого старта, конечно. Да, но у нас есть такая тема, что люди, когда ориентируются... Григорий, прошу прощения, сейчас мы новости послушаем, потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем гостиничный рынок России и будем более детально говорить о том же самом рынке, том же самом секторе города Сочи, связанном со скорым началом Олимпийских игр. Еще раз представлю сегодняшних гостей. В студии Елена Лосенкова, генеральный директор компании Hospitality Income Consulting и Григорий Котовин, генеральный директор консалтинговой группы Quorum. Для вас, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код города 495, сайт компании Finam.ФМ. Звоните, пишите, спрашивайте. Продолжим эфир. Григорий, собственно, прервал я, да? Да, но... Да, мысль была основная в том, что для тех людей, которые получают образование в сфере гостиничного бизнеса и прочих вещей, да, там, связанных с гостиничным сектором в высших учебных заведениях, собственно, количество менеджеров, которые нужны гостиницы, достаточно ограниченное, да, а вузов этих достаточно много. Что касается более низкого уровня, да, линейного персонала, то, ну, во-первых, вот этих учебных заведений не так много, да, и не во всех городах они есть, не во всех городах они представлены. И возникает такая ситуация, что ребята, которые ориентируются на более высокий уровень, не хотят начинать с более низкого уровня, да, а людей для более низкого уровня, по сути, нет, потому что их там массово никто не готовит. То есть те самые менеджеры, имея высшее образование, не особенно, да, неохотно идут, не царское это дело. Да, то есть история такая, что, ну, понятно, и ребята, наверное, ориентируют себя, и их так ориентируют, да, что, собственно, они готовые специалисты, и поэтому, к сожалению, вот эта культура, что нужно пройти снизу вверх всю историю, да, чтобы стать действительно квалифицированным и компетентным, она каким-то образом, ну, забылась, мне кажется, да. Да, сейчас рассчитывают на то, что нужно быть сразу раз, и пришел, и все, и теперь лабора поясни. Я, на самом деле, дополню, дополню, Гриша, но он совершенно прав, потому что не хватает кадрового потенциала для рядовых специалистов, да, для рядовых сотрудников, и там Сочи, которые, может, сегодня чуть-чуть начали упоминать, он испытывает этот кадровый голод на себе впрямую, и я думаю, Гриша это прокомментирует, да, если говорить про менеджеров и выпускников наших текущих высших учебных заведений, на самом деле, мы всегда, как гости, хотим, чтобы нас хорошо обслуживали. За рук хорошего качества сервисов гостиниц, их любой уровень звездности, это достаточное количество персонала, которого рядовой, который ориентирован быть гостеприимным, и качественный менеджмент этого персонала, качественное управление этим персоналом от опытных менеджеров. И поэтому, если мы с вами будем говорить с любым гостиничным управляющим или гостиничным оператором, или российским там управляющей компанией и так далее, они все будут говорить о том, что топ-менеджеры и руководители подразделения должны обладать достаточным потенциалом и опытом менеджмента предыдущего, и квалификационными знаниями своей отрасли, если они являются там, если это горничная старшая, или там, да, менеджер хаускиппинга, или это фронт-офис менеджер, они должны знать свое дело. Эти люди всегда должны обладать опытом. В нашей стране пока в области гостиничного бизнеса нет учебных заведений, которые миксуют опыт и, как бы, практику и теорию, качественный персонал. А можно еще сказать, наверное, что у нас и возможности опытного, да, специалиста-то за прошедшее время, по крайней мере, предыдущего. Нет, оно есть, потому что первые гостиницы международного класса открывались в 95-м, 96-м, 97-м годах и так далее, поэтому, в принципе, достаточное количество людей уже, которые больше, чем 20 лет работают в этой отрасли, однозначно, да, в современном мире, да, вопрос, как бы, кадрового голода, который мы все равно испытываем, это то, что гостеприимству нельзя научить, на мой взгляд, все равно. Да, это люди должны изначально разделять, в принципе, базовые. И очень часто люди, которые гостеприимны дома, вот в понятии бытового гостеприимства, совершенно не гостеприимны на работе. Адоксально, да? Да, но, как бы, есть, я уверен, там, Гриш подскажет, да, какие-то там тесты и так далее, которые позволяют это на базовом уровне вычленить у человека. И, но проблема, которую в целом индустрии чувствуют, и, наверное, как итог 2013 года, это нарастающая история, да, демографического кризиса, который есть, а мы хотим видеть более молодой персонал и так далее, и так далее, на многих рядовых позициях. Как гостиничная отрасль, как сервисная отрасль, которая, в принципе, невысокооплачиваемого персонала использует, да, рядовые сотрудники не так много получают. И всего лишь там с десяток максимум в крупном отеле людей, которые получают более, как бы, там, высокую заработную плату, да, в большинстве своем это невысокооплачиваемая работа, на которую нужно найти людей. Людей, с одной стороны, гостеприимных, с другой стороны, обладающих один, два, три, четыре, пять качествами и умениями, навыками, да, и этого нет. По факту, и, собственно, то, о чем трубят из Сочи и так далее, да, что люди, безумное количество гостиниц, которые там сейчас открываются, оно голодно до персонала, а если мы будем перечислять не только гостиницы, но и спортивные сооружения, инфраструктурные объекты и так далее, это все требует людей построить, это 50%, а дальше, чтобы заполнить вторые 50%, нам нужны люди. Я понял. И еще одно небольшое уточнение, Григорий, если мы говорим о брендах иностранных, которые приходят достаточно активно все-таки на российский рынок, да, о сетевых отелях, они как проблему эту решают, они приводят с собой персонал или они внутри себя уже создают некие, так сказать. Ну, вот, мое мнение, что им немножко попроще, да, попроще в том плане, что сетевые игроки приходят со своими технологиями в плане обучения и развития этих людей, да, то есть, собственно, им, наверное, попроще, потому что у них это некая там конвейерная история, и они примерно, я думаю, даже не примерно, достаточно точно понимают себе профиль человека, который они должны видеть на входе. Вот, Лена, сто процентов, правильную тему сказала по поводу научить гостеприимству, да, потому что у меня есть ощущение, что многие наши вузы, да, или профтехучилища и прочее, да, где есть эти, ну, которые, собственно, заявляют, что они обучают этим историям, такое ощущение, что они... Есть эти профессионалы, да, 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 такое ощущение, что они на входе, людей даже правильно не профориентируют, да, то есть, как бы, они им не говорят, ну, то есть, есть вывеска, там, гостиничный бизнес, что это реально, да, с чем ты столкнешься, там, с точки зрения работы, какие эти компетенции понадобятся, да, то есть, собственно, что тебе придется делать, да, мне кажется, об этом, я думаю, что не специально умалчивают, а просто не считают, может быть, это очень важным на входе говорить, да, поэтому, собственно, я думаю, что там, ну, условно, в каком-то Георгиевске, там, да, в Ставропольском крае, где там есть какое-нибудь профучилище, которое готовят для сферы гостиничного бизнеса, ну, и, собственно, может быть, в городе не так много мест, где можно учиться, да, собственно, туда люди приходят по причине того, что, ну, по крайней мере, есть что-то, где можно чему-то научиться. Совершенно, ну, надо просто диплом какой-то. Ну, да, какую-то корочку нужно получить, да, собственно, сможешь ли ты потом вообще в этой теме работать, да, ну, то есть, и плюс ко всему люди очень часто это воспринимают как некая промежуточная история, да, но очень часто вообще область хоспиталити, да, вот ресторанный бизнес, гостиничный бизнес воспринимается как некая временная работа, заработок на лето. Проходящий этап такой, да? Да, проходящий этап, да. Хотя, мне кажется, кто не мечтает, вот там, после 50 или 60, не имеет ли маленькую гостиничку где-нибудь на берегу, самый частый вопрос. Да, кстати, мечты-то эти реальные вполне, но я опять-таки с вами соглашусь, что человек мечтает это, ну, может, с точки зрения неких инвестиционных вложений. Вот я буду иметь эту самую гостиницу, да, она мне будет подавать доход, это, он не представляет все-таки, да, что я, я не знаю, там. Работаю на стойке в этот момент времени в свои 50, сам. Сам, совершенно верно, да, все делаю руками, все делаю с вами. Вообще, на самом деле, на гостиничный бизнес в долгу и не смотрят, и не смотрят на бизнес, в котором можно, ну, по крайней мере, если в тебе заложено, что ты человек вежливый, гостеприимный и сервисный, да, вот, то есть, в плане, ну, способного работать в сервисной индустрии, да, на это не смотрят на, как историю, которая может тебе этих вещей, там, этих компетенций добавить или развить их там, да, по сути. Смотрят как на промежуточные этапы, вот, а на самом деле, ну, вот просто в моей бытность там работы даже в банковском секторе, я знаю, что на самом деле несколько брокеров достаточно успешных, да, в инвестиционной компании, которая была там топ-3 на тот момент, там, 2006 год, они были выходцы из гостиниц или ресторанов, реально. Ну, то есть, ребята получали, там, экономическое или финансовое образование, пусть они рассматривали эту тему как временный заработок, да, но она в них развила, там, ну, реальные вещи какие-то, да, связанные с клиентским отношением, клиентским подходом, и позволила им работать реально с состоятельными клиентами, людьми, да, просто вот за счет этого навыка, да. Потому что, извини, пожалуйста, да, я Ленину фразу здесь использую, потому что они умели быть гостеприимными, ну, в кавычки возьмем гостеприимство, потому что гостеприимство, это, прежде всего, коммуникабельное, да, Ну, это, знаете, есть классика, да, когда в нашей стране уже перестанет быть гостиничный бизнес, а начнет появляться индустрия гостеприимства. Потому что бизнес ради бизнеса, он существовал и в советские времена, да, как бы деньги на разных уровнях умели, продолжают уметь зарабатывать, да, но при этом именно создавать индустрию гостеприимства для того, чтобы, да, у нас не случайно название гостеприимством, да, как бы мы должны быть гостеприимными, но при этом это должно приносить доход. Да, вот доход не только сотрудникам, да, это и собственникам и так далее, со всех сторон. Друзья, спасибо огромное, сейчас мы прервемся, у нас рубрика «Вне времени», послушаем ее, а потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. В гостях сегодня Елена Лысенкова, генеральный директор компании Hospitality Income Consulting, и Григорий Котумин, генеральный директор консалтинговой группы Quorum. Мы обсуждаем гостиничный рынок Российской Федерации, и сейчас будем более детально обсуждать все, что происходит сейчас в предолимпийском Сочи. Уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашей беседе, телефон в студии 6510996, код города 495, и сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, Лен, рассказывай. — Я обещал, извини, пожалуйста, и вот по предложению Елены я хотел бы, уважаемые слушатели, обратиться к вам с таким вопросом. Кто-то из вас, может, собирается на Олимпиаду в Сочи, вот Лена поинтересовала, где вы собираетесь жить при этом? — На что идете? — На что идете? — Что хотите посмотреть? — Если у кого-то будет желание, дозвонитесь, мы на эту тему поговорим. Итак, Лен, тебе слово. — Ну, на самом деле, в продолжении, наверное, новостей, которые мы только что слышали про прекрасно работающие супермаркеты до и после, в Сочи, видимо, работа будет продолжаться и в новогоднюю ночь, безотрывно бокал шампанского и президента, при всем уважении к президенту, и по его поручению, в принципе. Да, потому что закончить много того, чего начисто, и то, что не успели закончить до 31 декабря, нужно. — На самом деле, гости начинают прибывать, начиная с 8, 6, 7, 8 января в часть гостиничных... — За месяц? — Да, потому что это связано с организационными моментами, представители спонсорских компаний и так далее, и так далее, таких якорных спонсоров. Начинают прибывать, соответственно, официальные делегации, подготовительные, телерадиокомпании мировые, которые будут снимать, их представители, технические специалисты и так далее, начинают прибывать за месяц до окончания Олимпиады. В принципе, все сворачивается через неделю после Олимпиады, часть очень маленькая остается на паралимпийские игры, ну и там дальше небольшие чемпионаты, которые будут продолжаться после Олимпиады, но основное ядро — это, естественно, эти две недели, плюс-минус несколько дней, которые будут проходить мероприятия. — Если мы говорим про готовность инфраструктуры, итогу со стороны гостиничного предложения должно было быть готово почти 42 тысячи номеров, которые отсертифицированы, потому что на территории Сочи и плюс большого Сочи, скажем, сочинского района, то есть от места проведения Олимпиады — это 100 километров в разные стороны, все гостиничные объекты, которые хотят принимать гостей, должны быть сертифицированы, то есть соответствуют российской классификации. — Это гостиниц, при этом там, в этом районе охвата сертификации обязательно во всей стране нет, то есть гостиницы, если хочется, сертифицированы, если хочется, нет, в Сочи это по-другому. Такая же ситуация, право слово, была в Казани перед проведением универсиады. На текущий момент меньше 40 тысяч номеров готово, то есть даже меньше 35 тысяч номеров, но до Нового года планируют ввести еще часть, те, кто бегут и в последний момент пытаются, — А именно бегут, можно сказать, что бегут? — Бегут, бегут, дороги забиты, потому что очень много машин, все надо доставить, все надо привезти, где-то задерживается часть мебели, где-то у кого-то задерживаются какие-то аксессуары, но, понятно, сейчас уже не идет разговор о строительных материалах, хотя буквально на прошлой неделе часть строителей плакала, что вот 3 января планируют закрыть все строительные рынки на территории Сочи, вообще, если вдруг не хватило цемента или пару гвоздей, ну какая разница, даже если что-то прибить надо, то этого нет, куда за этим ехать, явно за расстоянием более чем 100 километров. — Вот, поэтому часть гостиниц не будет открыта к Олимпиаде, и это факт. При этом нужно понимать, что большинство этих гостиниц подписали контракт с Олимпийским комитетом, соответственно, жить там будут те либо компании, либо команды, которые заключили контракт с тем же Олимпийским комитетом на предоставление номерного фонда и покупку через него, поэтому получается, что, например, для простых людей, скажем так, вот мы с вами, если завтра захотим поехать, у нас есть несколько шагов, которые мы должны сделать для того, чтобы туда попасть. — То есть понятно, что в первую очередь будут... — Да, и искать номерной фонд как бы надо, да, то есть это не так все просто. В частности, например, если мы будем говорить о крупнейших туроператорах, которые работают на территории Сочи, они еще с начала этого года, понимая такую фатальность ситуации и, скорее всего, да, сложность с завершением достаточного объема номерного фонда, который нужен для нужд Олимпиады, начали сегментацию и систематизацию частного предложения, который, безусловно, в огромном объеме курортном Сочи существует. Они классифицировали, раздали там свои звездочки, елочки, да, и чтобы как-то привести в норму и понимать, что это вообще, ну, все может как-то существовать. Правда, что там будет с сервисовым персоналом в этом частном фонде, мы понимаем, что это все равно частное. — Нет, привык у тебя, у нас есть звонок, да? — Отлично. — Послушаем. — Евгений, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. — Алло, добрый день. — Добрый. — Говорите. — Да, у меня вопрос, точнее, у меня ответ на Еленов вопрос по поводу... — Собираетесь ли вы? — Да, по поводу, да, поездки на Олимпиаду, да, действительно, собираюсь поехать. Вот, ну и отвечая на вопрос... — Где жить? — Да, я когда выбирал место, где жить, есть такой замечательный сайт Booking.com, вот, там достаточно большое количество гостиниц, но я остановил свой выбор на хостеле. — Ага. — Вот, у меня вопрос в Келине, как вы считаете, правильно я сделал? — Подождите, Женя, а давайте мы вопросами на вопрос сейчас будем разговаривать. А почему вы остановились, по каким причинам на хостеле вы остановились? — Ну, вы знаете, да, проанализировав весь список гостиниц и выборов по соотношению цена-качество, я принял решение, что хостел — это самый оптимальный выбор. — Угу. — Который лимитирует гостиницы в их амбициях по финансовой стоимости за номер, но при этом всё равно это не дешёвая история. То есть, как бы, гостиницы за 50 долларов найти будет на территории Сочи крайне сложно. — Мы сейчас говорим именно о времени проведения Олимпиады всё же, да? — Да, верно. — Потому что если мы говорим о тех нормах, которые действуют, то нормы варьируются от 3,5-4 тысяч и до 13-15 тысяч, самая большая. — И до бесконечности. — Нет, до бесконечности, конечно, невозможно, потому что есть закон о ценообразовании, который не позволяет завысить цены. Вот, поэтому решение, если вы принимали относительно цены, то, безусловно, это будет, как бы, самый правильный вывод. — Лена, а можно уточнить, вот, ну, для Жени, понятно, он сделал свой выбор, для тех, кто ещё может в процессе этого выбора, а из чего выбирают? — В основном выбирают из частных квартир, хостелов, мини-отелей и совсем маленького количества стандартных гостей, назовём так. — Тех самых, которые остались, да? — Тем самых, которые остались. — Для посетителей. — Да, это верно. При этом нужно понимать, что все те, кто хочет приехать в Сочи, нужно сделать несколько телодвижений. Безусловно, купить билет на интересующие мероприятия. — Сначала? — Сначала. Ну, потому что вы можете переехать, билет... — А если я купил билеты, а приехать не смог? — Ну, в смысле, где остановиться? — Ну, это как бы некое сочетание факторов, безусловно. При этом нужно понимать, что на открытии, вот, по моим данным, и вот даже из там круга большого людей, кто в Сочи живёт, работает и как-то хотел попасть на открытие-закрытие, на закрытие попасть было реально, на открытие вообще нереально. Даже, да, это была покупка, все знали дату, когда открывается покупка билетов, все сидели у компьютера и онлайн, значит, пытались за три минуты зарегистрировать, у кого быстрее получилось. Вот у меня там знакомые одни были, фан такой, наверное, да, весёлая ситуация, когда они в шестером, значит, ждали вот в секунду, когда начинаются сутки, начинается продажа билетов на закрытие. На открытие? Ой, это было на закрытие, на открытие, не знаю, на закрытие. Из шестерых у одних получилось купить четыре билета, а остальные все были в пролёте, типа у них в компьютере же показывал солд-аут. Вот, при этом стоимость билетов была на открытие 50 тысяч рублей за билет, а, соответственно, закрытие 37, самый дешёвый. Обалдеть. Вот, при этом, если говорить про другие мероприятия, ну, не такие кассовые, типа фигурные катания, там, финалы и так далее, в принципе, билеты есть от 500-700 рублей дороже. Лен, я, извини, прерву, хотя вот это, к этому мы ещё вернёмся, да, последовательность действий, как ты сказала, надо несколько телодвижений. Давай присоединим к разговору Григория. Гриш, скажи, а кто там работать будет? Даже если представим мы, да, что всё, ну, или в подавляющем большинстве случаев, все запланированные, да, так сказать, всё запланированное состоит, кто там работать-то будет? Ну, на самом деле, действительно, ситуация такая, которая потребовала мобилизации ресурсов в масштабе страны, действительно, да, потому что поэтому работать будут люди, я думаю, представители, не побоюсь, там, от Владивостока до Калининграда. Да, наверное, да, то есть, потому что, ну, вот по той информации, которая у меня есть, возможно, там, где-то неточная, да, но только в гостиничном секторе, там, потребность в персонале была порядка 35 тысяч человек, может быть, даже больше, да. Естественно, местные жители, да, это не удовлетворяют никаким образом. Местные, ну, с местными такая ситуация, во-первых, местные избалованы всем процессом подготовки, да, к Олимпиаде, поэтому я думаю, что они были задействованы, там, по максимуму во всех других, как бы, задачах на этапе строительства, да, и, соответственно, ну, плюс избалованность, я думаю, там, как бы, ну, и ресурс там достаточно ограниченный, да, самого Сочи, в плане количества людей. Ну, конечно, конечно. Они были инфекционированы на привлечение молодых людей, да, для работы там, но, на самом деле, здесь есть такой нюанс, да, то есть, очень часто это преподносится, как история такая, что, ну, во-первых, понятно, значимое мероприятие, ты можешь к нему присоединиться, внести свою лепту, поработав там, да, но обманчивость истории в том, что очень многие люди думают, что будет возможность там что-то еще и посетить там, да, работая. Ну, да, приятная с полезным. И тут, действительно, если там сил будет хватать у тебя после смены куда-то еще пойти, то тогда, наверное, да, но, наверное, не всегда. Смотри, Григорий, а так вопрос не ставился, что, ребят, давайте приезжайте, будете работать, и у вас будут, я не знаю, там, контрамарки, как это принято говорить, или льготные какой-то, возможность посетить то или иное. А для этого, будьте добры, паспорт болельщика. Вау, а это что такое? А это вот такая вот история, которую нужно сделать исключительно после покупки билета, да, и это, на самом деле, контроль и, там, в цели безопасности тех людей, которые туда приедут. Бейджик, что я работаю в той или иной гостинице, не равен паспорту болельщика, поэтому это вот отдельная эпопея, которую нужно реализовать, нужно зайти там на официальный сайт, все это, в принципе, онлайн делается, не бог весть, какая сложность, но, как бы, требует оформления обязательно для всех тех, кто покупает билет. А потом уже нужно подумать о том, как мы доберемся, сколько стоит авиабилет, или, там, мы будем жить, где мы будем жить и так далее. Поэтому для сотрудников, Гриша совершенно правильно сказала по поводу мотивации, да, для многих очень важно иметь отношение к великому событию, которое проходит в стране, и я не раз слышала о том, что, да, вот, мне хочется Сочи, вот, как бы, я детям буду рассказывать, что я работала в Сочи на Олимпиаде, потому что вряд ли за мой век будет еще одна Олимпиада. А, кстати, любопытно, ну, такой стандартный, тем не менее, мотивация поехать заработать денег, она не рассматривается, не как говоришь? Присутствует, абсолютно. Присутствует, конечно. Поэтому зарплаты в Сочи на текущий момент на многих позициях завышены, и, скорее всего, после Олимпиады все будет как-то возвращаться на круги свои, я не знаю, что прогнозирует Гриша, но, на наш взгляд, да. А, кстати, вот как это будет, да, возврат на круги свои, потому что огромное это количество волонтеров, да, огромное количество... Ну, волонтеры бесплатные. Вопрос, на самом деле, с волонтерами, да, попроще, я думаю. Моя ситуация, потому что зачастую это действительно ребята, которые туда поехали с мотивацией именно поучаствовать. В зову сердца. В зову сердца, да, да, да. Собственно, вот с теми людьми, которые, я сейчас, опять же, не говорю про менеджерское звено, там, про специалистов высокого уровня, там, и так далее, я знаю, что многие из них просто командированы, например, да, если это какие-то сетевые игроки. Гриш, прости, пожалуйста, значит, еще раз новости слушаем на Финам.ФМ и потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир бизнес-класс на Финам.ФМ. Сейчас мы более детально говорим о том, что происходит в предолимпийском Сочи. Еще раз я напомню, Елена Лосенкова, генеральный директор компании Hospitality Income Consulting, и Григорий Котомин, генеральный директор консалтинговой группы Quorum, сегодня у меня в гостях. Телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Ну и на всякий случай, если у кого-то из вас, уважаемый слушатель, будет желание дозвониться и прокомментировать, да, все, что сегодня звучит в эфире, или, может быть, даже еще раз ответить, как наш слушатель Евгений, на вопрос, если вы едете на Олимпиаду, где вы собираетесь жить? Все-таки это, как оказалось, не так просто найти это место. А, Григорий, продолжаем эту тему, вот, связанную с проблемами трудовых ресурсов, да, в настоящее время. И еще один вопрос, который мы за эфиром обсуждали, условия труда, вот об этом тоже хотел сказать. Да, ну, собственно, с точки зрения условий труда, так как в большинстве случаев эта история отвечает естественно на предыдущий вопрос, да, то есть люди едут из различных регионов, да, причем начиная вот с самых дальних, Сибири, еще дальше, да, из ближайших. Тем не менее, собственно, в том числе и гостиничные операторы, и какие-то региональные игроки вынуждены были создавать конкурентные условия, да, чтобы, собственно, сподвигнуть человека, сделать это все, ну, то есть, собственно, проделать это путешествие до Сочи, решиться, да. Поэтому я думаю, что те условия, которые сейчас созданы, они, ну, если рыночно брать, да, то есть они чуть выше рынка, да, то есть, собственно, людям платят чуть больше, чем платят или в других регионах, или в других организациях, там, да, чтобы их стимулировать. Первый момент. Второй момент, собственно, работодателям пришлось, и, слава богу, они это осознали, и в большинстве случаев сделали, пойти на моменты, связанные с тем, что для людей организовывали вопросы перемещения, да, то есть оплачивали билеты, помогали им, там, доехать до места работы, и, собственно, еще один очень важный момент. Создавали условия для проживания, да, в Сочи. Этот вопрос более сложный и нетривиальный, в принципе, да, то есть для такого рода проектов, да, вот наличие некого подменного фонда жилья всегда встает очень остро. В Сочи не исключение, даже, может быть, там оно кратно усилилось, там, да, вся эта история, потому что, ну, собственно, оно все строится, развивается, и не было рассчитано на такой приток людей, и плюс мы понимаем, что вот эта грань, она очень тонкая, и там, собственно, эти два этапа, они накладываются так или иначе друг на друга, то есть завершение строительства и уже подготовка к запуску и начало эксплуатации, да, поэтому еще и строители не уехали, да, но уже приезжают те, кто будут дальше работать и обслуживать, да, все эти объекты. Вот, поэтому, на самом деле, здесь я так могу сказать, что каким-то работодателям удалось создать чуть более комфортные условия, да, для людей. То есть все старались, у кого-то получилось чуть лучше, у кого-то чуть хуже, да, поэтому, собственно, какие-то там накладки, какие-то сложности были, ну, и продолжают быть там, да, но так или иначе радует то, что, как минимум, это осознание есть, что без создания каких-то условий для людей комфортных более-менее, или какого-то минимума хотя бы, да, для проживания, то есть в принципе не получить людей там. Возможно, возможно, да. Да, да, то есть поэтому эти вопросы решаются, да. Ну, люди при этом живут, ну, то есть нужно понимать, там, несколько вариантов, которые вынуждены были гостиничные, по крайней мере, компании для себя реализовать, да, это либо строительные городки перепрофилировать и сделать их удобными для проживания сотрудников в гостинице. Лена, извини, пожалуйста, уточню, вынуждены были. Такое впечатление, что вот просчитать на несколько шагов вперед было невозможно. Нет, вы знаете, ну, например, если мы говорим про взаимоотношения собственника и гостиничного оператора, собственнику, это не его головная боль, да, как бы гостиничный оператор в договоре, сотрудничество между собственником и гостиничным оператором, а большинство гостиниц, которые на текущий момент строятся, они строятся и будут управляться международными управляющими компаниями. Это их головная боль. Соответственно, они должны нанять, они должны обеспечить качество, они должны их успеть обучить и так далее, и так далее. Система работы гостиничных операторов, как правило, предусматривает в сложных регионах, где нет проживания, предусматривает некую выплату компенсации сотрудникам, дополнительно согласно их уровню и грейду, которые люди должны, по их пониманию и стратегии, тратить на свою квартиру. Вопрос в другом, что этой квартиры нет. И это та ситуация, с которой... Просто физически? Физически нет. То есть, ну, хорошо, им доплатили, допустим, 100 долларов в месяц, чтобы она 3 горничных или 4 вскладчины арендовали квартиру. Но этой квартиры нет, ни за 400, ни за 500 долларов. И это та ситуация, с которой столкнулись, они начали давно говорить, это не вчера, но просто и тугое, эту ответственность начали, ну, не то чтобы перекладывать, ее начали разделять вместе с собственником. Поэтому управляющие компании при постановке задачи, например, HR по поиску сотрудников и так далее, они пришли к собственнику и начали говорить о том, что, окей, наша система, с которой мы привыкли работать во многих других городах и весях по всему миру, не работает сейчас здесь в Сочи, нам нужна ваша помощь. Потому что, безусловно, вы собственники, вы инвесторы, соответственно, деньги вы тратите. К сожалению, там, этих там небольших денег не хватит для того, чтобы люди, как бы, да, жили и так далее. Арендовать, например, вариантов не так много, да, то есть это житье в строительном городке, это аренда небольшого какого-то мини-отеля целиком, комплектация его дополнительными кроватями, то есть уплотнение сотрудников проживания в одной комнате, все равно получается, что на человека это там полторы-две тысячи рублей в сутки, которые надо заплатить. А дальше, если мы с вами возьмем полторы тысячи рублей, средняя гостиница, допустим, на 200 номеров, ей нужно точно где-то в районе 200 сотрудников. Если неплохая математика, если мы с вами 200 сотрудников умножим на полторы тысячи рублей за человека за сутки, и еще на 30 дней, то получится очень большая сумма только за проживание, которую нужно заплатить. И в этом случае о доходе и доходности собственников, которые сейчас вложили очень большие деньги на высоком рынке стоимости, строительных материалов, строительных ресурсов, очень больших сроков, да, как мы знаем, дорого, ой, быстро, дешево, да, и качественно не бывает. Всегда чем-то приходится жертвовать, и деньги это одно из тех, чем сейчас тушат этот пожар, да, то есть этот год для собственников это выходит крайне дорого, да, и сложно окупаемое. И тут еще одна неожиданная для кого-то статья расхода, да? Ну да, когда для средней гостиницы они там считают на год, что суммы от 60 до 80 миллионов рублей нужны на проживание людей, это просто нереальные цифры, это оборот многих гостиничных предприятий целиком. Поэтому как бы в Сочи, да, есть такая вот олимпийская гонка, в том числе и за то место, где будут проживать не только сами гости, но и сотрудники, которые этих гостей должны обслужить качественно. Какие-то примеры есть, как решается-то эта проблема? Ну, собственно, Лена перечислила основные примеры, да, то есть я точно знаю, что, ну вот, собственно, и наши клиенты, с которыми мы работали, и продолжаем работать, и подбираем людей для них в Сочи, да, то есть это аренда небольших гостиниц полностью, да, собственно, уплотнение там номеров, добавление дополнительных койко-мест там и прочих этих историй, ну и заселение их туда. То есть, честно говоря, вот из тех, с кем мы общались, я даже не знаю каких-то примеров, где бы предлагали какие-то компенсации, мне кажется, они полностью от этого ушли и просто заложили это в... В смету. В смету, да, то есть просто по привлечению персонала. Ну, вот таким образом решается. Ну, как бы надо, чтобы радиослушатели нас четко услышали. Сочи всех ждет. Да-да. Подожди, сейчас. Там все позитивно. Еще 40 секунд мы поговорим в прежнем ключе, а потом, естественно, уже под конец эфира, да, будем навевать позитив. Гриш, буквально несколько слов. Какие перспективы? Перспективы после окончания Олимпиады у вот огромной армии, да, те, кто работал, те, кто приехал непосредственно участвовать, да, в самом спортивном мероприятии, ну, я имею в виду олимпийцев, конечно. Ну, вообще, да, вообще тут у меня однозначного ответа нет, да, то есть вообще вопрос острый, равно острый, как и будущее всех объектов Сочи, да, и, по крайней мере, ну, то есть они, понятно, взаимосвязаны, да, то есть сейчас говорят там о разных вариантах развития этого кластера там в целом, да, то есть какие возможно... Один из них, да, вчера мы слушали, Лен, да, обсуждали с тобой за эфиром. Да, собственно, то есть, ну, понятно, все будет зависеть от того, какой дальнейший путь у Сочи и как эта вся история будет развиваться, да, и какое там будущее предполагается. От этого будет зависеть, сколько, собственно, ресурсов там потребуется сохранить, да, чтобы обслуживать те задачи, которые... Ну, то есть как вариант, если, да, какая-то программа принимается, то часть, может быть, большая часть остается там работать, может быть, даже на ПМЖ переезжает, Да, да, да. А остальные чемоданы в руки и высвояйся. Да, ну, здесь на самом деле, опять же, вообще, то есть, там, в том числе с нашими клиентами мы этот вопрос поднимаем, да, и, собственно, им рекомендуем задуматься об этом сейчас уже, да, потому что дальше это будет сложно и будут моменты напряжения, да, потому что люди будут понимать, что вроде как... Ну, и, возможно, для маневра будет меньше уже. Ну, то есть, в принципе, для сетевых игроков, наверное, попроще, да, то есть они могут внутри, как бы, если они этим озадачатся, внутри своего бизнеса смотреть на возможность перемещения, да, ресурсов, собственно, на какие-то участки, которые будут востребованы у них внутри. Вот. Так глобально, конечно, ну, точно не хотелось бы ситуации, что эти люди, там, отработав какой-то период, вернутся в свои регионы и, собственно, опять пополнят ряды, там, не занятых людей. Вот. Вот. Самый важный момент, что эти люди еще и получат опыт и, собственно, в них вложат достаточно сил и средств в плане их обучения, да, и желательно, конечно, чтобы они в дальнейшем... Безусловно. ...как-то это использовали, да, и работало все. Давайте, осталось 30 секунд, Лен, давай позитива, побольше позитива. Нет, однозначно, Сочи на ноль взгляд, и как бы как гостиничная консалтинговая компания, которая проехала всю страну, это реальный курорт, созданный с нуля, построенный со всей инфраструктуры, облазающей всеми теми характеристиками, которые мы видим много раз за границей. Это то место, в котором можно будет ездить, отдыхать, и можно будет этим гордиться, и, как бы, собственно, успешно проводить там время. Поэтому приезжайте. Спасибо. Елена Лысенкова, Григорий Катомин сегодня в бизнес-классе. Спасибо огромное. Успехов в бизнесе. До свидания. Спасибо.